Эй, ты! М? Чё, надоело рисовать из радио, потом быстро перелистывать листочки, думая, что это сделал мультик? Угу. Ты хочешь выйти на новый уровень и рисовать компьютер-анимацию, чтобы потом зарабатывать на этом кучу денег? Да! Фигушки от тебя, а не деньги. Но зато я тебе помогу освоить анимацию. Продолжение следует... Ладно. И рисуем. Эм, пускай это будет квадрат, что ли. Счастливый квадратик. Ага. И нарисуем ножки отдельным слоем. Сейчас вы поймёте, почему. Пускай будет слоем ниже. Так, мы его закрасим. Мы возьмём заливку. Выберем цвет. Можем отрегулировать его. Вот здесь. Пускай будет зелёненьким. И полупрозрачным сделаем. Но пускай будет на 50%. Всё, мы закрасили. Так, ротик. Пускай будет так. Всё, хорошо. Далее. Нарисуем ему ножки. Ножки, ножки. Цвет того же самого. Далее мы должны изменить эти вот ножки. Нажимаем на F5 и продлеваем наш кадр. Верхний слой мы заблокируем, чтобы его случайно не тронуться. И следом изменяем только ножки. Нажимаем на F7 и создаётся пустой ключевой кадр. Нажмём на вот эту кнопочку и откроется показ предыдущих кадров, немножко затенённых. И здесь уже, отталкиваясь от этих теней, мы рисуем. Всё. Мы создали походку. Масштаб. Показать кадр. Вот что мы видим. Теперь мы, допустим, хотим, чтобы вот этот персонаж переместился отсюда вот сюда. Но нам придётся каждый кадр перемещать. И это проблема. Для этого мы создадим символ. Вставка, создать символ. Назовём куб. Возвращаемся назад. И копируем все кадры, которые мы нарисовали. Пускай будет F7. Выделяем, нажимаем Ctrl-Alt-C. Заходим в этот самый символ. Библиотека. И сюда вставляем. Ctrl-Alt-V. Хорошо. Пустые кадры удаляем. Удалить кадры. Чтобы у нас было отсюда вот до сюда. Здесь мы можем всё удалить. Потому что у нас это есть в символе. И сюда вставляем уже сам символ. Из библиотеки. Прекрасно. Настраиваем его. Делаем графику. И все кадры показывают. Цикл, чтобы он прокручивал их бесконечно. Что мы видим? Он идёт. Пускай он пройдёт вот отсюда. И сюда. Нажимаем на F6. Создаётся новый кадр. И переносим сюда. Создаём классическую анимацию движения. И смотрим. Быстро. Можем на F5 нажать, чтобы прорывать пустых кадров. Можем также просто перетянуть его. Итак, вот что получилось. Нарисуем дорожку. Какую-нибудь. Цвета. Такого. И пускай он по ней забирается, а потом падает. Для этого. В этом месте мы поднимем его немножко наверх. Смотрим. И потом мы спускаемся по ней. Молодец. Допустим, мы хотим, чтобы эта дорожка поменял цвет. Ну, вдруг. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем на F6. И создаём анимацию формы. И в последний кадр мы как раз таки изменяем на тёмненький. Делаем темнее цвет. Вот что мы видим. Цвет стал темнее. Так, давайте сделаем так, чтобы она изменила саму форму. Ведь это и есть анимация формы. Всё лишнее стираем и смотрим, что получается. Ага. Нарисуем облачка. Которые тоже будут двигаться. Облачка. Хорошо. Так. Мы создали классическую анимацию движения. И перемещаем их сюда. Смотрим. А, хорошо. Ну, как раз видно, что в эти моменты... Сейчас нажмём на многослойную структуру. Снимем её, чтобы не было вот предыдущих и последующих кадров. Вот что у нас получилось. Всё. Мы нарисовали мультик. Так. Сохраняем сам рабочий файл. Нажимаем куб. Допустим. Ладно. Чтобы мы смогли открыть этот файл и уже изменять его в последующем. Сейчас мы нажимаем экспорт видео. Выбираем папку. Игнорирует цвет рабочей области. Значит, что белый фон, который мы не закрасили, будет прозрачным. Но нам этого не надо. Нажимаем экспорт. Ждём. А, всё уже что-то. Открываем и смотрим. Замечательно. Вот, в принципе, это основные моменты. Если у вас есть какие-то вопросы, я попытаюсь на них ответить. Может быть, даже посвящу видео вашим вопросам. И разберём ещё какие-то моменты, которые я упустил. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Покупайте графический планшет. И рисуйте сколько вам угодно. Субтитры создавал DimaTorzok